Всем привет! Чарльз Виторио Монти – это танец, изначально написанный для скрипки и мандолины в сопровождении фортепиано. Пользуется такой популярностью, что переложения сделаны для многих инструментов, включая тубу и контрабас. Поскольку музыковеды особого интереса к творчеству Монти никогда не проявляли, а сам он мемуаров не написал, о нем мы знаем очень мало. О Виторио Монти мы знаем только то, что он родился в прекрасном итальянском городе Неаполе в 1868 году. Итальянский композитор, музыкант и дирижер Виторио Монти за свою жизнь написал массу музыки – оперетты, балеты, вокализы и инструментальные пьесы. А также он написал учебник под названием «Маленький метод для мандолины». В этот учебник композитор вставил и свои собственные произведения. Наименование танца «чардаш» происходит от слова «чарда», которое с венгерского переводится как «харчевня», «постоялый двор» или «трактир». Чардаш – это двудольный танец, который начинают танцевать в медленном темпе, а заканчивают в быстром. Его можно увидеть как в исполнении только мужчинами, так и только женщинами. Парное исполнение также пользуется популярностью. Несмотря на то, что «чардаш» с удовольствием танцевали в Словакии, в Словении и Хорватии, его родина считается Венгрия, а народная музыка этой страны, впитавшая в себя как цыганский, так и турецкий колорит, в мировой культуре заняла свое место. Отличающейся самобытностью, танец привлекал внимание и композиторов классиков, которые, вдохновленные венгерскими мотивами, довольно часто использовали его в своих произведениях. Например, Чардаш нашел свое место в произведениях таких великих мастеров, как Ференс Лист, Иоганнес Брамс, Петр Ильич Чайковский и Иоганн Штраус. Так Чайковский использовал «чардаш» в «Лебедином озере» во втором акте балета. У Иоганна Штрауса, австрийского композитора, дирижера и скрипача, признанного короля вальца, «Чардаш» звучит в оперетте «Летучая мышь». Ференс Лист настолько любил использовать национальные мотивы, что сам придумал жанр музыкальной рапсодии на народные темы, в котором впоследствии творили также Прокофьев, Хачатурян и Рахманинов. И даже смерть у Ференса Листа танцует национальный танец «Чардаш». В времена Витторио Монти Чардаш не утратил своей популярности, и композитор в стиле этого танца решил сочинить салонную пьесу, которую можно было в сопровождении фортепиано исполнить не только на скрипке, но и на мандолине. Создание знаменитого «Чардаша Монти» датируется 1904 годом. Композиция произвела сильное впечатление. Это произведение сочинено в свободном стиле. Ему свойственна импровизиционность, а также чередование эпизодов разного характера, основанных на материале народных мотивов. Произведение, включающее в себя семь разделов, открывается эффектными аккордами, призывно звучащими на форте. Затем в медленном темпе за такта начинается выразительная мелодия, напоминающая цыганский распев. Изменения темпа делают пьесу захватывающей. Также в пьесе имеется много различных изменений динамики, то есть громкости, от пианиссимо до фортиссимо. В течение последних ста лет «Чардаш Монти» исполняли бесчисленное количество раз, на разных инструментах и при разных аранжировках. Этот «Чардаш» считается одним из самых исполняемых произведений в мире и носит разные титулы. Его называют и «золотым шедевром», и «коронным блюдом». Он стал неотъемлемой частью репертуара, прежде всего, венгерских и цыганских исполнителей. Сейчас его чаще исполняют скрипачи-солисты, желающие продемонстрировать свои технические навыки и умение показать тембральные возможности инструмента. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!